Адиль Скриптонит Убежно изливается масса необоснованных вбросов от новошкольных экспертов, текущих слюной от Моргенштерна, Трилл Пилза, Тейпа и прочих. А не является ли как раз Скриптонит папочкой-брендовиком этих всех молодых дарований? Я дарю стим, кому до него не пил. Я дарю стим, кому до него не пил. Мы затронем этот разговор чуть позже и обязательно разберемся в данном вопросе. А до этого момента мы должны вас хорошо подготовить и погрузить в Скриптонитовский мир. Поэтому погнали. Адиль Кулмагамбетов, он же Скриптонит, родился 3 июня 1990 года в поселке Ленинский недалеко от города Павлодара на северо-востоке Казахстана. Северо-восточный Казахстан, моя кошка! Северо-восточный Казахстан, моя тушку! У Адильи было суровое и хардкорное детство со всеми прелестями. Но по словам самого музыканта, скорее всего это и стало той движущей силой его успешной карьеры в музыке, так как приходилось справляться со всеми трудностями самому. Если этого и не было бы, может нас бы и ничего не закалило, может скорее всего даже, я считаю, мы бы и остались здесь, как раз таки. Этот путь является примером для всех начинающих музыкантов. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое, но будь готов удары держать! В предыдущих роликах при написании сюжета я испытывал некий сознательный дискомфорт, когда называл одного из рэперов именно словом музыкант. В данном случае ситуация диаметрально противоположная, а подробнее об этом я расскажу в конце ролика. Со своим отцом Ралбэком, будущий артист, всегда был в напряженных отношениях. Постоянно возникавшие между ними конфронтации были просто-напросто неизбежны. Все это вытекает из ряда резонных факторов. Адиль рос в своенравном и экспрессивном ребенком, а уже подходя к более взрослому периоду жизни, он складывал перед собой определенный путь дальнейшего развития, который было уже не пошатнуть, что как раз таки и пытался сделать его отец, который был приверженцем более консервативных взглядов. Ну и вот, соответственно, ну и вот у нас такая хуйня была, ты не сможешь, ты дебил, ты дебил, ты дебил со своей музыкой, дебил, все в таком духе. Так, молодому скрипу частенько прилетало от бати за его протест. Шлангом там, шнуром от пылесоса, ремнем тоже, ну не так, прям каждый день по роли, я сейчас не хочу тоже наговаривать. Нормально, как положено. Сам же родитель в молодости также увлекался музыкой и мечтал связать с этим жизнь. Но его же отец, дед Адиля, находясь в предсмертном состоянии, попросил сына пойти учиться на инженера. Соответственно, у человека походу вся вера по этому поводу, что это вообще реально для нормальных людей. На данный момент Адиль оставил все свои детские обиды и зло на папу не держит, а хорошо обеспечивает свою семью и дает им все необходимое. Хотя и запрещает им слушать свою музыку, так как считает, что они этого не поймут. Адиль очень хороший ученик, можно сказать, один из лучших учеников в этой школе 33-й. Можно сказать, один из лучших учеников в этой школе 33-й. А над мастниками, он, всегда были у него дружеские отношения. Адиль, натура такая, можно сказать, творческая. Он сказал, ну, Грибана Кобековна, я написал рэп, можешь послушать, он один из своих рэпов, он прочитал мне. Очень хороший рэп был, да. В школьном возрасте у Адиля проявлялись первые творческие способности, а заключались они в хороших художественных навыках, которые чуть позже стали ключевыми при выборе профессии после обучения в школе. Но не будем забегать вперед и обо всем по порядку. В юном возрасте Скрип был темпераментным подростком, хотя те неординарные качества в нем еще только набирали обороты и взорвались чуть позже. Адиль никогда не был душой компании, а по-настоящему дружил только с ребятами, близкими ему по творческому направлению и жизненным взглядам. В 11-летнем возрасте Скрипу было суждено познакомиться с таким музыкальным жанром, как рэп, чтобы в итоге стать его новым амбассадором. Находящийся на волне популярности, молодой Дэцел вдохновил Адиль своим вторым альбомом «Уличный боец», прививая ему любовь к хип-хопу. После в ход пошла тяжелая артиллерия в лице топовых иностранных рэперов, таких как Snoop Dogg, Fifty Cent, Eminem, Dr. Dre. Также в это время Адиль посещал секцию дзюдо, но так как увлекся рэпом слишком сильно, выменял свое кимоно на три кассеты с музыкой. Музыкального образования Скриптонит так и не получил, но самостоятельно освоил игру на гитаре, а чуть позже начал пробовать свои силы в компьютерных программах по написанию битов по типу хип-хоп и джей и сочинял свои первые тексты. Среди увлечений юного Адиля была психология и чтение. В качестве запоминавшихся из прочитанных в те годы книг он упоминал роман «Сияние» Стивена Кинга, «Крестный отец», «Марио Пьюза» и две-три книги Чарльза Буковска. Окончив школу, Скриптонит сменил свою фамилию Кул Магомбетов на фамилию деда Жалелов. Отец Адиля хотел, чтобы он выучился на архитектора. С этой целью его отправили в колледж Павлодара, где он осваивал специальность художника-мастера. Дизайнер. Ну типа. Мастер-художник должен был выйти по диплому. Брали нас как дизайнеров, а учили на мастеров-художников. В возрасте 16 лет молодой Адиль впервые выходит на сцену, пробуя свои силы уже в качестве МС. Я помню, что не самый последний выступал. Я вышел какую-то там за жизнь песню прочитал грустную. А они что же делали? Они взяли, встали, короче, и начали хлопать. И там еще, ну такие, люди, которых я вообще впервые вижу. Там половина взрослые какие-то. Ну тогда мне там 16, а им там, ну, от 25 половины. В последующие годы Скриптонит уже серьезно начинает вклиниваться в музыкальный мир, продолжая свои начинания и порывы школьных лет. Со временем Адиль перешел на более профессиональную программу FL Studio и начал делать уже стоящие вещи. Но обучение в колледже не давало ему полноценно развиваться в плане музыки. И как следствие, все то время, что Скрипт обучался в колледже, внутри него зрел конфликт, который дал о себе знать на третьем курсе. Ему не нравился этот род занятий, и он забрал документы из учебного заведения, имея за своей спиной лишь небольшое среднее образование. Разочарованные родители закрыли глаза на будущее сына, смирившись с его решением. Досрочно закончив обучение, Скриптонит идет работать на заправку, чтобы не сидеть у родителей на шее. После смены на АЗС Адиль направлялся на работу к своему другу, который трудился охранником на автостоянке. Все действия происходило у него в вагончике, где у молодых парней стояло необходимое оборудование. Там какие-то чуваки в наушниках перед микрофоном сидят, и они думают, что за херня, мы тут за тачку деньги занесли, типа заходят, у вас тут что, радио вообще, вы что гоните, типа. Водили не верил уже абсолютно никто. Все родственники относились к увлечениям парня со скептицизмом. Разочарованные родители уверяли сына восстановиться на учебе, но амбициозного и своевольного Скрипа остановить было уже невозможно, так как его биты начали привносить ему первые существенные заработки. На дворе был 2009-й, обороты набирала модная в ту пору рэп-передача «Битва за респект». Уже тогда миллионы людей услышали творчество Адиля, правда, еще не в роли МС. Скриптонит написал практически все биты для популярной в то время рэперши-гидропонки. Адиль заставил пересмотреть мнение о себе у всех своих родственников, став приносить в дом первые солидные суммы, которые уже превышали зарплату родителей. Казалось бы, можно остановиться на этом, совершенствуя свои навыки битмейкера и получать достойную заработную плату за свои творения, проданные другим МС. Но Скрипт считал, что уровень русского рэпа был настолько низок, что его биты зазря поганили нерадивые рэперы, а все старания, хоть и приносили денежное благополучие, но не имели душевного вознаграждения, что очень важно для всех творческих людей. Это и было той точкой, когда герой нашего выпуска полностью переходит на формат МС, причем имея за собой багаж хорошего битмейкера, что было очень важным трамплином для его творчества. Скрипт всегда был приверженцем различных жанров музыки. Думаю, это и является ключевым моментом его успеха, так как важно иметь полные знания о том, в какой сфере ты занимаешься, а не зарываться лишь на чем-то одном. Это как раз таки и имеет отражение на превосходном качестве его инструменталов и на неповторимом въедающемся флоу. Приближаясь к порогу 20 лет, Адиль начинает свое восхождение на Алимп. Для начала он создает группу ВКонтакте, где активно начинает продвигать свое творчество и имеет положительную обратную связь от первых слушателей. Чуть позже, совместно со своим другом Найманом, рэперы создают творческое объединение под названием Джилзей. Помимо них, в состав группы входили Юрик Четверг, Трувер, Сикс О и Стронг Симфония. А как Скриптонит поступил со своими земляками после того, как он прославился, мы расскажем вам чуть позже. По мере развития у группы накапливалась собственная фан-база и даже проводились концерты, но какого-то ошеломительного успеха не предвиделось. Сам же Скрипт активно занимался сольной карьерой и снимал свои первые видеоработы. Кстати, получалось совсем неплохо. Давайте посмотрим на некоторые из них. Звездный час наступил, когда Адиль вместе со своим другом Найманом снял клип на песню с замудренным названием, которое я даже не буду пробовать произносить вслух, а то вы опять меня засрёте в комментариях. Аббревиатура которого читается как Выбор без вариантов. Всё, что ты нам дал. Клип сразу же стал очень популярным на канале YouTube и через полторы недели превысил отметку в миллион просмотров. Для того времени это было выдающимся результатом. Но что же так зацепило публику? Первое. Это, конечно же, слободневная тема и сам текст трека, пропитанная атмосферой беспризорной жизни парней с районов, в которые варился и сам Скрипт. Это жизненно, красиво написано, а значит непременно стреляло в самую душу тем, кто как-либо связан с этими словами. А таковых было немало. Второе. Это классный флоу, видоизменяющийся по ходу трека, тем самым как бы подступающий с разных сторон, чтобы зацепить слух аудитории. Ну и третье, конечно же, классно отснятый видеоклип. Даже не верится, что можно сделать такую классную работу за минимальный бюджет. Съемки велись в различных депрессивных местах. По сценарию требовалось показать негатив и реальную атмосферу, которая окружает обычных людей в провинциальных городках. По признанию самого Адиля, он не делал ставки на эту работу и долго задерживал ее. Отснял сначала половину материала и отстранил вторую работу на последующие полгода. Потом уже отсняли быстро, но скорее просто более-менее хорошие кадры. Как получилось, я это собрал все там за неделю, за две сам смонтировал. Итак, клип на выбор без вариантов «Все, что ты нам дал» стал абсолютно точно переломным моментом в жизни Адиля. Скрип не раз нам доказывал, что помимо музыкальных талантов у него присутствуют и безупречные режиссерские качества. С данной работой они только начали набирать обороты. Далее, по ходу сюжета, вы это с легкостью сможете отследить. Всего за несколько недель популярность скриптонита приобрела формат нарастающего снежного кома, который докатился до России, а именно до двух музыкальных компаний – «Союз» и «Газгольдер», дав ошарашенному артисту даже возможность выбора. Но это не составило для него никаких сложностей. После недолгих переговоров скрип расставил приоритеты в пользу объединения «Баста». 27 февраля 2014 года Адиль официально стал резидентом лейбла. Ну, было рабочее название «Недобро пожаловать», но это, скорее всего, будет что-то до этого альбома. Через пару месяцев после подписания контракта новоиспеченный артист заявил о подготовке первого сольного альбома, а до этого момента нужно было чем-то подогреть публику и представить свою визитную карточку, так как в России его особо никто и не знал. Над скриптонитом начали сгущаться облака, проливаясь массой сомнений и преждевременных осуждений в адрес Басты. Мол, кто это такой есть и зачем он тебе нужен? Ну, Адилю быстро удалось развеять все эти разговоры, выпустив в этом же году свои первые работы. Но это было еще только началом и своеобразным перформансом перед настоящей топовой пластинкой. А сейчас давайте насладимся нарезочкой треков скриптонита 2014 года. Тебя не цепляет с первого, я варю второе. Каждый шот в голову, каждый батл твой. Ты сжигаешь меня до тла, мискриматори. Теперь беги и расскажи всем им. Зависеть от бабла это быть больше, чем униженным. Но я не чувствовал себя хоть в чем-то ниже и хоть двигаться в китайских. Ты хочешь понять о темной? Мы все об одном. Ты в курсе пас? Не добро пожаловать в дом. Ты должен... Впрочем, все эти песни были написаны еще до прихода на лейбл. А вот уже 2015 год стал одним из лучших в творчестве Адиля, так как был ознаменован выходом дебютного сольного альбома «Дом с нормальными явлениями». Но обо всем по порядку. Думаю, большинство из нас точно помнят совместную работу скрипа с Дашей Чарушей под названием «Космос». А у некоторых при прослушивании побегут мурашки по телу. Ты пахнешь, как любовь. Ты сумасшествует с первого взгляда. Ты пахнешь шоколадом. Космос ты, в космос я. Навсегда резю. Также, не менее популярной, вышла уже более жесткая работа «Твоя с***ка», совместная с фараоном. Твоя с***ка такая смешная, что с днем ее высмеет. И тебя засмеет. И мы не могли пройти мимо участия скрипа в работе «Баста» и «Смоки мой лед». Ближе к концу 2015-го, 24 ноября, выходит дебютный сольный альбом скриптонита «Дом с нормальными явлениями», которая абсолютно точно является одним из самых лучших релизов в русском рэпе за несколько лет. Не только по нашему мнению, но и по мнению многих экспертов. Качественная, хитовая и оригинальная пластинка скриптонита произвела в момент своего выхода эффект разорвавшейся бомбы. Адиль смешал американский хип-коп с психоделическим блюзом, свел вместе рэп, соло и рок, найдя свой оригинальный флоу. Грандиозный, бескомпромиссный и смелый дом с нормальными явлениями словно пышет оригинальностью и осязаемой энергией. В релиз вошло 18 треков, естественно, что многие стали абсолютными хитами. Слушатели наповал влюблялись в новый оригинальный продукт, наполненный отличным качеством, который переворачивал всю рэп-игру, сшибая на своем пути всех второсортных исполнителей. Для начала давайте послушаем подборку треков с альбома и прослезимся, а позже продолжим начатую тему и ответим на главный вопрос этого сюжета. Мои глаза голодны гребят, жить хотя бы как остальные, вот что здесь хотят. Сука, дай же нас на дно. Сука, дай же нас на дно. Меня могут оставить все, но не одинаковые сны. Одинаковые сны по ночам, сто грамм, коньяк. Так что я упакую всю память о тебе, в этот зеребрикет, без заглядки на одно слово. Вот такой вышел альбом Скриптонита. Ну ладно, ладно, это была только первая часть треков, не ставших бэнгерами. А теперь давайте и правда прослезимся, слушаем абсолютные хиты. Моя любовь, ты не знаешь где, я на самом деле притона. Смотри, я вон, смотри в глазах, смотри, я вновь танцует сама. Смотри, я вон, смотри в глазах. В этот момент Скриптонит становится ведущим артистом лейбла наряду с Бастой и задает русскому рэпу новую ступень развития. Итак, почему же именно Скриптонит папа новой школы? Не слишком ли это громкое заявление? Ты втираешь мне какую-то дичь. Поэтому давайте разберем все по пунктам. Первое, что точно выхватили нескульники с творчества Адиля, так это своеобразную манеру исполнения, акцентированную на хитовости и мелодичности звучания, а не на великолепные дикции и донесения смысловой нагрузки. Разумеется, что из-за этого большинство слов в тексте просто-напросто не котируются слухом и смысл трека теряется. Но теряется он в прекрасном звучании. То же самое, что вы наслаждаетесь иностранной музыкой, не зная языка. В этом и есть смысл. Но многие из диванных экспертов не хотят принимать данный факт. Никого уже не смущает, что зачастую у новошкольников используется данная фишка и воспринимается уже ими как определенный жанр музыки мамбл, а не как повод для Стёба. Скриптониджи был родоначальником данного стиля в русском рэпе, за что и нахватал в свой адрес массу критики и рофлов, когда затеял переворот. А если у вас на примете есть популярные русскоязычные рэперы, которые широко использовали данную фишку еще до скрипа, то обязательно напишите нам в комментариях. Последний рэп, который вам понравился. Мне нравится Скриптонид очень. Вы обратите внимание, да, сейчас пошла тенденция, они специально... Это намеренно. Да, да, конечно. Они думают, что это круто. Мне кажется, что это не круто. Я имею в виду те, кто пытаются копировать того же Скриптонита, да. Он привнес же эту историю. Да. И вот это вот непонятно, это была его фишка, и как бы... Но когда я услышал, что все вот эти вот там псевдорэперы начали подчиняться той же самой, как бы, о, он популярный, он из-за этого, наверное, в этом стал как бы, ну, такой уже, ну, не фасон. А вот второе, что нагрели нескульники с творчества Скрипа, так это своеобразную читку по слогам, манеру и темпы. В общем, можно сказать, что они забрали флоу. Сейчас вы, конечно, можете точно возразить мне, найти других исполнителей аргументы, но я вам говорю о том, что с данным творчеством первым залетел именно Скрипт. Именно он не побоялся попробовать перевернуть рэп-игру, и фактически это у него и получилось. И третье, что может возводить Адели в статус папы новой школы, так это тематика про с... Про продающих себя девушек, конечно, читали и раньше, но Скрипту первым удалось запустить это в новый формат и навязать другим исполнителям это слово с... Хотя, честно признаться, именно этот аспект творчества я очень не одобряю. Если выразиться точно, Адели не побоялся петь про это так часто и открыто, что сделал работу за других рэперов, подготовив и приучив аудиторию к данной тематике, чтобы не ловить массу хейта. Исходя из следующих фактов, мы вполне можем назвать Скрипт папой новой школы, но парадокс в том, что с мобой Адели нельзя причислить как ни к новой школе, так ни к старой. Скрипт есть скрипт, у него свой стиль, а сам он позиционирует свое творчество как казахстанский рэп. А теперь внимание, есть еще один исполнитель, которого бы мы хотели подогнать под данное звание и сделать подобный разбор, имя которого мы расскажем ближе к концу сюжета. А вы отпишите в комментариях нам свое мнение. В начале следующего года в Скриптонита родился сын, которого назвали Лучи. Мамой малыша стала танцовщица и хореограф Нигара Абдеганиева. Нигара Абдеганиева. Нигара Абдеганиева. Простите меня, но я не смог найти, как это читать. С которой Адиль познакомился задолго до того, как стал знаменитым. И несколько лет состоял в отношениях. Свою личную жизнь Адиль обсуждать не любит, поэтому мы не будем затрагивать эту тему, не будем строить теории и проявим уважение к Скрипту. После столь взрывного начала в 15-м Скриптонит продолжает наращивать армию поклонников и вызывать интерес к своему второму альбому. Изначально планировалось, что второй релиз Скриптонита выйдет в один день с дебютным альбомом, но удивить слушателей не удалось. Зато вышло создать невероятный ажиотаж вокруг следующей работы Адиля. В сентябре 2016 года российское издание мужского журнала GQ признало Скриптонита открытием года, а также он был награжден премией от Мьюзикбокса в номинации вне формата. 29 октября группа Джилзей, основателем которой является Скриптонит, выпустило 18-трековый альбом «718 Jungle». Исполнитель принял участие в половине всех песен. Откровенно хитов не отмечалось, но в общем получилось достаточно качественно и симпатично. Да, также мы обещали вам поговорить о том, что произошло с друзьями Скриптонита, которые занимались вместе с ним музыкой до его первой популярности. Как раз таки в этом альбоме вы можете наблюдать их всех в качестве MC. Для них Адиль снимает большой дом, оборудованный всей необходимой аппаратурой, где они занимаются творчеством. Впрочем, и сам Скриптонит живет вместе с ними. У меня дом как мини-газ такой, скажем так. Все работают, никто не сидит без дела. Если кто-то сидит без дела, он получает пи***. Помимо этого, конечно же, были и новые синглы. Думаю, многие знакомы с треком «Витамин». На него был снят мега-топовый клип. А также он отметился очередным классным фитом с «Фараоном». И работы с рэпером ATL. В следующем году публика уже конкретно обтеклась слюной и начала возмущаться, почему все еще нет обещанного второго альбома. Сам Адиль понимал, что созданный вокруг всего этого ажиотаж может превратиться в открытую агрессию. Поэтому в мае 2017-го наконец-таки презентует свой долгожданный релиз под названием «Праздник на улице 36». В записи пластинки поучаствовали коллеги по группе Джил Зея, а также Баста и Надя Дорофеева из группы «Время и стекло». По итогам 2017-го года альбом занял третью строчку в чарте Apple Music и iTunes среди самых популярных альбомов у россиян. Альбом содержит 13 треков. Очень многие из них стали хитовыми. Давайте вместе с нами вспомним эти работы и опять немного прослезимся. Вскоре стало известно, что группа Джил Зея закрылась, а вместо нее образовалось музыкальное объединение «Жорски». 16 декабря 2017-го Скриптонит выпустил третью работу – двойной концептуальный альбом «Ураборос. Улица 36» и «Ураборос. Зеркала». Название пластинки отсылает к мифическому созданию змею Урабороса, который постоянно самосовершенствуется, пожирая свой хвост. Отсылка к тому, что Скриптонит считает, что его характер похож на это существо. И снова давайте вспомним наиболее популярные треки с Урабороса. Релиз вызвал очередную волну хайпа, о его выходе писали все топовые медиа СНГ. В первые дни после выхода альбом занял первые и вторые места в российском iTunes, отодвинув пластинку «Revival» от Eminem. А теперь давайте заценим треки со второй части. Первая часть релиза имела отражение про жизнь Адиля, людей, окружающих его, их качество. А вторая часть «Зеркала» про обратную сторону популярности. В работе почти не затрагиваются темы про сущих, а раскрывается мрачный мир социальных низов. В день релиза Адиль рассказал в своей инстаграм-трансляции о том, что для него рэп как жанр себя изжил, в связи с чем он берет перерыв в творчестве, планируя не выпускать больших сольных релизов в ближайшие 2-3 года. У меня другой мусор в голове сейчас, и органичнее он смотрится в другом исполнении, на другую музыку, так что такие дела с рэпом все, я думаю. Помимо альбома в 2017 году «Скриптонит» также успел нас порадовать несколькими хитовыми синглами, не попавшими в релизы. Думаю, многие знакомы совместной работой Адиля с рэпером Тефест Ламбада, ставшей одной из самых коммерчески успешных работ на лейбле «Газа». Также «Скриптонит» отметился очень классной работой со знаменитым трио «Мажор Лейзер». Полных студийных альбомов с этого момента мы пока еще не видели, только мини-релиз, о котором мы поговорим чуточку позже. А рэп-жанр, к счастью, «Скрипт» так и не покинул. Но все же последовали некие существенные изменения. В 2018-м Адиль поделился со слушателями информацией о новом витке своего творчества, получившего наименование группа «Скриптонит». В этом году слушатели могли довольствоваться только новыми синглами. Один из них мультибрендовый, снова оказался совместной работой с Тефестом, а еще Найманом и рэпером 104. Трек вышел хитом, порадовав нас превосходным качеством и новым клипом. А вот 9 августа на персональном ютуб-канале коллектива, а не на канале газа, как ожидали слушателя, состоялась премьера видеоклипа под названием «Глупые и ненужные». Видеоряд демонстрирует зрителям кадры с молодой девушкой, плавающей в бассейне, которые перемешаны с мрачными изображениями трущоб. С этого момента можно считать, что «Скриптонит» закончил свою прежнюю работу с лейблом «Газгольдер», а чуть позже мы узнаем, что у артиста с ними просто закончился контракт. Сам Адиль ударился в продюсерскую карьеру, создав уже свой лейбл под названием «Музыка в 36». Однако отношения с «Газгольдером» все еще поддерживаются, но в другом формате. В начале 2019-го выходит вторая работа коллектива «Скриптонита. Подруга», на трек которого был отснят клип. В нем высокая девушка с каре, отсылающая своим образом к криминалу, танцует сначала перед аудиторией зрелых мужчин в строгих костюмах, а затем перед юношами подросткового возраста, играющих на спортивной площадке. В общем, клип вышел снова на высшем уровне. При просмотре вы обязательно получите эстетический оргазм, а может и не только эстетический. А уже 5 апреля фанаты музыканта смогли впервые послушать и оценить дебютную мини-пластинку его новой группы, названную «Солитюд». В альбом вошли 6 композиций, две из которых были выпущены ранее. Думаю, многие из них вы даже и не слышали, так что давайте заценим их сейчас. Как мы видим, это был новый экспериментальный формат. Упор которого основывается на инструментальную часть трека, где текстов совершенно по минимуму. Помимо работы в коллективе, скрипт не мог обделить нас своими совместными работами в виде сингла. Давайте насладимся ими прямо сейчас. Вот мы и приближаемся к последним событиям карьеры скрипа, а именно к выходу мини-альбома или эпи, представленного в ноябре 2019 года под названием «Не ври, не верю», содержащие 4 композиции. Если вы их еще не слышали, то настало время это сделать. Согласитесь, вышло классно. Хоть и без откровенных хитов, но с использованием старых фишек скрипа и, как всегда, новыми экспериментами. В конце мы обещали поговорить о том, чье имя наряду с Адилем можно записать в статус папы новой школы. Мы считаем, что резонно было бы назвать всем известного фараона. А как думаете вы? Напишите нам свой вариант в комментариях. А если согласны насчет фараона, то обязательно ставьте лайк и в одном из следующих видео вы увидите именно его. В завершении хотелось бы выразить слова благодарности Адиле за его огромные труды в музыкальном творчестве. Мы специально не стали затрагивать тему его эксцентричного поведения и употребления наркотических веществ, так как не считаем это хорошим примером для нашей молодежи. Впрочем, сама Адиль считает так же. А хотели показать сторону творчества у музыканта, который добился потрясающих результатов? Если вы думаете так же, то обязательно выразите это лайком. Это очень важно для нас. Да и мне не стыдно назвать скриптонита именно словом музыкант, ведь Адиль самый музыкальный из всех рэперов, отдающий большое внимание мелодике творчества, поверяя каждый бит, наполняя его магией живых инструментов и превращая свой голос в отдельный инструмент. Это уже другой вид искусства. На этом все. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, то обязательно поддержите нас подпиской и лайком. Давайте продвинем сюжет в топ, чтобы сам Адиль оставил нам свой царский коммент. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok